Всем привет! Что ты тут жаришь? Топлеты полюбить. Может Алиса съесть. Пытаемся чем-то накормить Алису. Кроме того, что она есть привыкла. Она очень плохо ест. Если бы вы видели наши попытки сегодня утром, вам бы просто у нас жалко стало. И её тоже. Потому что она боится. И когда ей дают какую-то еду, она прям вся дрожит. И она рот открывает. Послушно открывает рот, но потом выплёвывает. Выплёвывает и говорит, нет, не хочу. Начинает плакать. Ничего не можем. Овощи не можем дать. Фрукты толком не можем. Банан раз укусит и всё. Мясо, рыбу. Вообще ребёнок не ест полностью. Ни овощи, ни фрукты, ни мясо, ни рыбу. Живи как хочешь на одной молочке. Если первый месяц, когда это с ней происходило, мы ещё так не переживали, то сейчас мы уже очень сильно переживаем. Потому что понимаем, что она не получает нужных ей элементов. То есть она не получает каких-то витаминов. И в организме этот дефицит, наверное, накапливается. Короче, мы переживаем по этому поводу очень сильно. Мы пробуем всё, что только можно. И уговаривать, и красиво выкладывать. И как-то незаметненько подсунуть. И нахвалить. И самим покушать, с собой рядом посадить. Мы просто перепробовали всё. Ничего не получается. Хоть обращайся к доктору Комаровскому за помощью. Что он посоветует. Может ей надо сдать какие-то анализы. Может подавать какие-то таблетки. Ну как это? Это же не нормально, что у человека получается нет так аппетита. Или что. Когда хочет есть, она просит сыр, колбаску. Сыр, колбаску. Она ест эти каши молочные, которые ей уже в принципе даже не по возрасту. Но когда я варю ей обычные каши, вот в частности сегодня утром пыталась её пшеничной кашкой накормить. Она все обычные каши тоже выплёвывает. То есть, ребёнок полностью отрицает что-нибудь новое. Вот то, что он не ел, она даже пробовать не хочет. А если ей даже как-то уговорами, силой затолкнёшь попробовать, она выплёвывает и говорит, нет, не нравится. У нас ещё есть надежда, что на море она захочет. Потому что будет на свежем воздухе постоянно и может быть в нём будет аппетит лучше. Так, я смотрю посылки, сейчас разбираю. Вот это вот заказала Катя. Что это такое? Хуба-буба, жвачки. Хуба-буба, жвачки. Боже мой, зачем она их столько заказала? Наверное, наперёд с запасом. Так, это Катина коробочка. И скажу вам, я вообще ещё думаю о том, чтобы, может быть, начать Алисе витамины давать. Раз она их не получает с едой, то купить какие-то вот, ну, жидкие, знаете, бывают в форме геля там. И давать, и может, это ей тоже аппетит поднимет. Ну, в общем, это у меня сейчас главное переживание уже. Так, здесь футболки. Я сейчас буду сразу по размерам смотреть. Эксель, это, скорее всего, на меня. Эксель. Эту я заказала для Насти. Потому что Настя у нас скорпион по гороскопу. Это Настя. Сейчас разложу по кучкам, кому куда. Это я заказывала для Кати. Так, это что за футболочка? А вот это уже не видно, что за футболочка. Сейчас, наверное, буду их распаковывать. Я точно не помню, но, по-моему, я сама позаказывала на свой страх и риск, будут ли девчонки носить для девчонок. Так, это М-очка. Можно как Насте, так и Кате. Так, дальше идет Экселька. Это явно на меня. Выходи за рамки. Это я себе такую футболку заказала. Ладно. Сейчас померяем. Доразбираю и померю. Так, еще какая-то футболка с кошкой. Что тут за размерчик? Эксель, это тоже мне. А это еще что? Эль. А, это, наверное, так вот золка уже, что Настя сама себе выбирала. Хотя Настя М-ки носит. Колинс. Это, наверное, я Эльку заказала все-таки для Насти. Я просто боюсь, что М-ки могут мало мерить. Я боюсь М-ки заказывать. Если бы можно было померить. Так, размер 46-48. Это уже сразу понятно, что на меня. Причем это какой-то костюмчик. А вот это мне уже прям очень интересно. Тоже буду мерить. Сейчас буду пример мод делать. О, еще одна Элька такая же. Странно-странно. Так, Эмка. Эмка. Тут, наверное, кто-то из девчонок себе заказал. Надо будет спросить. Может быть, и Настя даже. И какой-то желтый костюмчик. Эль. Ну, наверное, тоже Настин. Так вот, наверное, я заказала. Так, коробка номер два. Так, открывайся. Так, идем дальше. Где-то еще должны быть. Потому что это мало. Мы заказывали больше. Сейчас будем с вами заглядывать. Это Алискин костюмчик. Делаю попозже. Так, что это за коробочка? А, это тоже конструктор. Я же заказала им еще такие конструкторы, где из кирпичиков строить. Видите, тут можно пирамиду сделать. Так, получается, я заказала их три штуки. Почему три? Если я на двоих заказала, должна была четыре. Значит, либо что-то еще не дошло. В общем, я решила, они сами выберут, кто что хочет строить. Я заказала вот такую башню, вот такой замок и вот эту пирамиду. Почти уверена, что Катя пирамиду попросит себе, а Настя, наверное, замок. Ну, посмотрим. Вот, потому что Катя любит такие всякие египетские строения, а Насте, мне кажется, нравятся средневековые замки. Но я не уверена. Посмотрим, потом угадала я или нет. Так, теперь мне интересно, что вот в этой посылочке. Так, вот тут уже они все раскрыты, и все уже в них свой нос вставали. А, это тоже что-то Настина. А, это мыло Стоп Демодекс, и, скорее всего, она и для меня его заказывала, чтобы от прыщей избавляться. Потому как я думаю, что это все-таки Демодекс на лице. Хотя анализы, сколько я не сдавала, чаще всего показывали, что его нет. Один раз только был положительный, давно. После этого показывала, что нет, нет, нет. Но, учитывая, что у меня эти прыщи никак не проходят, то я думаю, что, наверное, надо все-таки лечить так, как будто бы он есть. Он делает все, что только можно. Ну, наверное, тогда здесь какая-то одежда. Это очень мягкий пакетик, и никто у него нос еще не сунул. Давайте мы сейчас так его грубо порвем с вами. Я люблю рвать пакеты. И терпеть не могу, аккуратно разрезать. Так, что это такое? Это одежда, да, вот чья. Кто это заказал, это вопрос. Судя по цвету, предполагаю, что Катя. Кофта амуфляжного окраса. Это H&M, или как правильно этот магазин называется. И с капюшоном. Такая, лесной какой-то вариант походный. И что-то здесь еще. Так, что-то упаковано в кулечек. Здесь такое шелковистое легкое платьице. Вот даже не знаю, Настя или Катя этот заказ сделали. Так, а здесь эта Катя говорила, я заказала для вас. Здесь два блока жвачек Love Is. И не знаю, почему она заказала это для нас. Говорит, вы раньше любили. Ну, в принципе, вкладыши я люблю смотреть. Ну, если выбирать, какой открыть первой, то я открою помятую, конечно же. А красивая пускай полежит, чтобы было приятно на нее смотреть. Да, Маха? Маха тут контролирует, чем я занимаюсь. Ну, тут одной рукой не откроешь. Так, куча жвачек. Сейчас посмотрим с вами какой-нибудь вкладыш. Откроем. Итак, я открыла две жвачки. На первом вкладыше написано, что любовь это потерять свое сердце. Ну, как-то так. А на втором написано, что любовь это приобщать его к здоровой пище. Я подумала, да, мы с Костей поменялись местами. Потому что еще недавно он лопал все подряд. А я сидела на диете, очень быстро худела. А сейчас он так хорошо начал худеть. Он уже потерял порядка 7 килограмм, представьте. Он постоянно занимается, бегает на орбитреке. А я каждый день лопаю сладости. У меня какой-то из этого карантина стресс каждый день ощущается. Я его заедаю сладким. И я, наоборот, весе набираю. Ну, сама на себя злюсь. И вот не могу. В какой-то момент так хочется сладкого, что я думаю, да мы его все в баню. Ну, наберу, то наберу. Когда съедаю, начинаю жалеть об этом. Да, я тут пришла к выводу, что жвачка Love Is это повод пофилософствовать. Считаешь вот так то, что они пишут, и сразу о чем-то мысли. Так, а вот это уже кто-то точно себе заказывал. Скорее всего, Настя. Наверное, это уже вместе с девочками будем открывать. Не беси меня под волком. Да, но я сейчас все-таки позову Настю с Катей, и мы эти продолжим открывать вместе. А вернее, я пойду к ним наверх вместе с этим ящичком новым. У меня есть смутное подозрение, что они уложили Алиску у себя спать, потому что ее не слышно. Что, уложили Алиску? Ну, и как это называется? Сколько времени? Ничего, она сейчас полтора часика до десяти поспит, и потом просит. Потом полночи не поспит. Важно ли, во сколько она уснула, а сколько она проспит. Ладно, пошли вещи разбирать. Я к ней бабушку посажу. Идем, хорошо. Я тут зашла к бабушке, и хочу глянуть на песчанок. Как они там выросли уже. Я не пойму, они там и уголек, и гроза на них лежат вместе, вдвоем. Что, уголек, ты тоже мамой заделывался, да? Вон ребенок у него сверху, на нем просто. Вы видите? Боже мой. Ладно, не буду вам мешать. Класс, все супер, я уже люблю этот автор. Да, прикольно смотрится. Видите, я же говорила, что это Катя заказала. В общем, Настя говорит, что мне хорошо, но я глянула в зеркало, и уже поняла, что такие еще плюс какие-то там полкилограммчика у меня есть. Вот теперь я начинаю жалеть, что кушаю все подряд, когда приходят вещи. О, какое платьице. А ну, сзади. Ну, может, они немного коротковатые, но... Классные, а ну, бочком. Отличные, да. Супер. Легенькое, такое воздушное. Я уже люблю это платье. Желтенькое возьми, посмотри, скорее всего, я тебе заказывала. Кота я тебе заказывала, Кать. А собаку кто заказывала? А, это я, наверное, заказывала. А вот это, по-моему, я заказывала, и Насте, и мне кто заказывала. Эльфи дадим. И что это? Ну, какой-то домашний костюмчик. Не посоветовала, заказала? Это ты мне заказала, а не себе. Я просто помню, ты меня смотрела. Скорпион тебе, Настя. Блин, знаете, как удобно. Да, удобно. Не знаю, я считаю, лучше чуть-чуть больше заказывать, чем Мэнка. А это наш твоя или моя? Эксель, по-моему, может, твоя? Я Скорпиону тебе заказывала, Эксель я не выбирала. Это они так прислали. Ну, будешь спать в ней. Да, это тоже моя. Слышишь? В большом без спать удобно. А вот это моя, по-моему. Нет, по-моему, тоже моя. Вот это, по-моему, Настина тоже я заказывала. Я заказывала. Это я себе какой-то мяу заказала? Да. Так, что у меня было за настроение в момент заказа? Это чью? Hello Summer. Где тут размер? А ну, Катя, где размер? Не знаю. А, их две. Их две. Не знаю, это не мои. Тоже L? А, может, не мои. А, телефон брать, смотри. Так, Эмка, Катя, это точно твоё? А, хотя Настя Жемки заказывает. Ну, да. Может, и Настин. Да, значит, это я нам с тобой заказывала. А это XL-ка, это моя. Кстати, насчёт этой футболки. Я думаю, это тоже твоя. Вот. Я не люблю просить лайки. Поэтому я буду иногда ходить в такой футболке, чтобы вы это сами понимали, что лайки всё-таки, очевидно, нужны для продвижения канала. И хотя их просить и не хочется, но если вы ставите их под видео, то каналу от этого намного лучше. Ну, и, соответственно, нам тоже. Так что спасибо вам. И этот костюмчик я для Кати заказала. Главное, мне малова. Тут написано Hello Summer. Да нет, он не выглядит маленьким. Где они тебе маленькие? Ну, они слишком короткие. Я не ношу такие же. Ну, дома будешь носить. Я ж тебя что на улицу в нём выгоню? Когда будет жарко, ты будешь рада, что есть много костюмчиков лёгких. Ты требуешь зарядки или, как это понимать, зарядить сердце? Что, они все пришли? Тут далеко не все белые. Дикольно. Может, какое-то не было в наличии, но они должны были написать тогда об этом. Вот, полоску вот такую я заказывала. Там ещё надпись какая-то. Вот она. Да, это она. Померись с котёнком этим. А, и с собакой, да. Это я тебе, это я тебе. А не беси меня, в принципе, какой размер. А вот эта? Элька. Катя, хочешь не беси меня себе? Её просто... Ого. Не знаю. Ты специально взяла такую большую? Нет. А это М-ка? Ого. Я не брала такую большую, но ты же любишь большие. Ну, да. Кататься? В велосипедке. Я не люблю. Понятия не имею. Бери себе. Нет, нет. А размер? Эль. Значит, твою. Значит, тебе заказала. Ну, я, наверное, тебе заказала. Я же говорю, я вам некоторые заказала. Да, хотя я тебе 10 раз написала, что кофта я ношу М, а ты мне всё равно заказала М. Потому что некоторые хорошо, когда широкие, ты сама знаешь. Тоже, а что это такое? Чё это? Ну, это я заказала. Если не нравится, я Кате дам. Прикольно, удобно дома носить будет. Да, прикольно смотрится. Котик. У меня всё на тренировке каждый день, я могу добрать, так что... Забирай. Если ты будешь её просто носить, Катя, говори. Не, я не буду. Так, вот такая жёлтая. И там ещё несколько именно с манго, я сейчас померю. Мне так нравятся эти футболки. Манго? Да, все красивые. Да, хорошие мне тоже нравятся. И такая третья ещё. На море. Да. И такая собака. Классно. Я себе брала, и там ещё манго мне брала. Я хочу ещё посмотреть, кто из вас что выберет из этих кирпичиков, которые клеить. Там всего три штуки, но я, скорее всего, четыре заказывала. Наверное, какая-то не дошла ещё. Ну, я так себе предполагаю, кто что выберет, но я хочу убедиться. Пойдём, пойдём посмотрим. Пойдём, пойдём. Ну, давай кто-то две маленькие и кто-то, ну, большой. Я большую, а две маленькие. А ты как предполагала? Вот так и предполагала. Мне больше нравятся большие. Я вот так сразу и подумала, что тебе средневековый замок понравится, а Кате пирамида и вот это. У меня просто точно такое же. Он как-то как целостный выглядит, а вот это вот вокруг чисто. Ну, да, это и есть как бы башня, а не замок. Я тоже так думаю. Ну, забирай. Ну, я заберу. Спасибо. Тавер оф Лондон. Опять тяжёлая. Я уже тупо сни закончила, как раз никак не доберусь, что бы делать. И буду это учить. Несите наверх. Мне нужно порядок навести.